Наши предприятия – это крупнейшие предприятия производителей хлеба и хлебобулочных изделий на территории Западной Беларуси. На сегодняшний день мы выпускаем порядка 300 наименований хлеба, хлебобулочных изделий, а также мучных кондитерских изделий – пряники, печенье, сушки, сухари, соломка. Впервые мы приехали на выставку «Петерфуд». Привезли мы с собой основной наш товар – это ржанно-пшеничные хлеба, высококачественные, сделанные по многостадийной технологии. То есть от момента заваривания, заварки до выхода хлеба из печи проходят сутки. Это хлеб, который по вкусу полностью идентичен тому, что был раньше. Советские времена, советский хлеб, хорошие технологии хлебопечения у нас остались еще с тех советских времен. Все хлеба производятся по СТБ, это стандарты Беларуси, которые в основном взяты из ГОСТов. То есть мы практически не производим продукцию по ТУ, только СТБ. Поэтому качество у нас на первом месте. Здесь у нас представлены ржаные бездрожжевые хлеба, щодры, например, располье. Потому что мы понимаем сейчас тренд, однако хочется сказать, скажем, как профессионалы в этой отрасли, зря народ так боится дрожжей. То есть остальные хлеба у нас, скажем, дрожжевые, но в процессе выпечки дрожжи делают свое дело, просто поднимают тесто. Потом в процессе выпечки при 200 градусах они полностью умирают, исчезают и уходят в трубу. То есть дрожжей уже на выходе в хлебе нет. Причем мы используем дрожжи обычные, прессованные, такие тоже, можно сказать, советские старые дрожжи, настоящие, которые абсолютно не вредны для здоровья, даже наоборот. Богаты витаминами, аминокислотами и прочими полезными веществами. А вот этот хлеб, ну это наши обычные хлеба, то есть здесь вот в данной упаковке бородинский хлеб с кориандром. То есть такой вид упаковки мы делали специально под наших американских партнеров, которые просили каждую единицу продукции, хлеба отдельно упаковать. То есть вот здесь вот такую форму квадратную мы сделали для хлеба кирпич. Еще у нас есть батон для батона и для хлебов поменьше размером. Ну, упаковка выполнена в белорусском, использована белорусского орнамента, потому что одним из условий наших американских партнеров был белорусский колорит. Преподнести действительно белорусский хлеб из центра Европы, натуральный, полезный, вкусный. Вот такие упаковки мы специально для них разрабатывали. Ну, сроки годности всех черных хлебов, да, назовем их ржаном пшеничный, 96 часов. Батона и пшеничных хлебов 48 часов, но используя технологию шоковой заморозки, мы можем продлить срок годности до 6 месяцев. И после размораживания, дифрастрации, получается, добавляется еще срок годности обычного хлеба, то есть еще 6 месяцев плюс четверо суток. Еще вот хотелось бы сказать интересный хлеб, да, то есть хлеб салом, то есть все то же самое, так как хлеб... То есть сало добавляется на стадии замешивания теста. То есть потом уже вот он выпекается, сало от температуры начинает немножко подтаивать, и весь хлеб наполняется ароматом такого, скажем, топленого сала. Продолжение следует...